Всем привет! Меня зовут Ваня, и перед тем, как я начну, две вещи. Один — это, пожалуйста, не судите мою вменяемость, потому что я только что приехал из Кишинева, мы в 12 часов выехали, и я не человекоподобный робот. И вторая вещь — это то, что меня немножко перекосило, и поэтому мои движения можете воспринимать не как человекоподобного робота, а то, что действительно меня перекосило. Вот. Так. Тема у меня там что-то про репозитарии, не совсем помню, но сначала начну что-то о себе. Я в Твиттере как мини-ван, иногда с тремя... А, это как в мемах, потому что мини-ван была занята. Иногда твичу. Я работаю в Soltech, мы делаем просто суперкрутую платформу для финансовой агрегации данных. Там вообще всё очень круто — полтора Http-запроса и магия. Я надеюсь, что я знаю Ruben, и ещё чуть-чуть пишу iOS, и ещё типа же Android. Ну, это как бы я пишу у себя в Сибири, а на самом деле я ничего из этого не знаю. Ещё я преподаю в университете, техническом университете Молдовы. И я глажу котика, и действительно я глажу котика, потому что у нас в офисе есть котик. Его зовут Баш, что очень интересно, что PHP-шники его называют Машей. Наверное, потому что они не знают, что такое Баш. Вот. А это вылез? Прости? Это вылез? Да. Сладенько так. Ну, и я хочу начать, если вы не позволите, с рецепта. То есть, как бы, я сегодня просто пришёл рассказать то, что со мной приключилось, что я постарался из этого извлечь, и, может быть, вы что-то, исходя из вашего опыта, что-то больше из этого подчеркнёте, или, может быть, посоветуйте другим, как это делать лучше. Итак, у нас, вот мы с Alltech, у нас куча разных клиентов, да, и некоторые из них мобильные клиенты. Ну, естественно, когда мы прототипируем нашу API, нам нужно писать iOS-приложение, нам нужно писать Android-приложение. И у нас было замечательное iOS-приложение, которое мы типа симулируем нашего клиента, как он будет думать, как он будет работать. Отлично. А мы подумали и решили, что для нашего workflow нам нужна база данных, и база данных именно SQLite. То есть, нам не нужно было то, что iOS предлагает. Пожалуйста, не кидайте меня камнями, я дойду до руки. Нам не нужно было то, что предлагает iOS, типа... SQLite? Нет, он предлагает. CoreData. Да, CoreData, вот. Так он по-каку SQLite. Ну, нет. Да, но там нельзя менять ID, да, но там нельзя писать нормальные предикаты, нельзя портировать стейтменты, и куча всяких вещей, которые нам не понравились, мы решили сделать на SQLite. Отлично, мы нашли ОРМ, который написал Леша Денисов, он здесь находится. Это действительно замечательный ОРМ, мы когда его нашли, мы... Он просто крут. Правда. Вот. И мы, конечно, посмотрели, добавили немножко велосипеда своего, потому что нам нужно было что-то другое. Немножечко костылей своих, чтобы это все работало. Ну, и потом Леша сказал, что, типа, ребят, ну, как бы, Active Record не совсем им пользуется, и вообще мне он не очень сильно нужен, и Active Record умер. И, как бы, вот наш, мы остались только с велосипедом, с костылями, и этот рецепт превратился в что-то менее приятное. Вот. И тогда мы начали думать, и обратились, вот как Сережа говорил, да, давайте-ка обратимся к знатокам. Ну, и мы пошли к дяде Богу, ну, вообще-то мы пошли к Фаулеру, ну, к дяде Богу как-то звучит прикольно, и нашли паттерн репозиторий. Он говорит о том, что есть какой-то объект, или что-то, что называется репозитория, который является посредником между домейн-моделом и дата-мэппинг-лэйером, да, и слоем, который каким-то образом мэппит наши данные. Ну, и мы потом подумали, еще подумали, и поняли, что у нас уже это есть в каком-то виде. И затем я попробовал посмотреть, как репозиторий входит в Rails-приложение, в классическое Rails-приложение. И, конечно, я понял, что в принципе объект User, да, он класс User, простите, это тоже своего рода репозиторий. И потом я обратно обвернулся к Фаулеру, и Фаулер говорит, что иногда все-таки необходимо, или правильнее будет добавить еще один уровень абстракции. Ну, и, конечно, я задал себе вопрос, зачем еще уровень абстракции. Вот. И в случае Rails у нас User, да, модель User, OctiBreaker. User меньше OctiBreaker Base. Это репозиторий, через который проходит запрос. Потому что мы это делаем. User.all, User.where, User.findby, там я не знаю, что... Узер еще это коллекция объектов, потому что рельсы умеют делать правильное identity map, bigger loading, еще куча всяких фишек, которые мы не умеем делать. User это еще и объект, который инкапсулирует нашу бизнес-логику. Ну, и, к сожалению, User это OctiBreaker объект. И если мы вот убираем первые два, то у нас остается последние два, которые немножечко друг другу противоречат. Простите, что я это внизу. И тогда я как-то подумал и придумал правило трех. Это должно как-то звучать, поэтому я поставил цифру три. Значит, количество... У меня русский не первый язык, поэтому простите за... Количество связей с интерфейсом х может быть больше трех, только в том случае, если вы не видите ощутимого... Боже, может. Ну, в общем, если мы связаны... Простите. Ну, в принципе, речь идет о следующем. Допустим, у нас есть Sidekick. Да? Сайдкик предлагает какой-то интерфейс. Почему-то... Если количество объектов, которые базируются на определенном интерфейсе от Сайдкика больше трех, то... А, наоборот. Оно может быть больше трех, только в том случае, если я предполагаю... Я, как разработчик, который пишет связку с этими интерфейсами... Я, как разработчик, предполагаю, то, что Сайдкик не изменит этот интерфейс в течение ближайших трех лет. И эти три года – это очень важная цифра. Потому что, в принципе, для Сайдкика, для рельс, для ActiveRecord – это очень большой срок. Для нашего приложения – это очень маленький срок. Потому что, вот, что было в рельсах три года назад? Да? Ну, ладно, три года и один месяц назад. Вышел 3.1.rc.1, который запустил первую версию Asset Pipeline. Помните, Prototype, который был? Вот, и стал jQuery, поддержка движков, Identity Map, не совсем рабочий. Ну, и... Я так подумал, и... Наше приложение три года назад. Здесь принимаются несколько правильных вариантов ответа. Его еще нет. Оно есть, и оно с тех пор живет. Я его не трогал, потому что боюсь. И оно работает вообще по-другому. То есть, если мы рассмотрим то, как развился ActiveRecord, как очень важный интерфейс для нашего приложения, и то, как развилось само наше приложение, их ветки развития очень сильно отличаются. Почему же в этом плане вообще может идти какая-то речь о репозитарии? Потому что репозитария – это всего лишь один из способов отделить ActiveRecord от нашего приложения. Отделить развитие ActiveRecord от развития нашего приложения. Это один из способов, то, что называется low-coupling. Я перевел Google Translate, он мне показал, что это низкий муфт. Ну, зачем вообще вставлять какие-то репозитарии или какие-то, если помните, абстракции, дополнительные абстракции? Ну, вообще-то их там проще тестировать, проще изолировать, проще добавлять в наши любимые костыли. Ну и самое главное, что их проще менять. Потому что самый главный принцип всего, что мы делаем, это мы адаптируемся и строим нашу систему, чтобы они могли поддаваться изменениям. И в принципе репозитарий, с этой точки зрения, репозитарий – это всего лишь объект, в котором много-много-много методов. Или что-то, в котором много-много методов. Это что-то, что знает о валитах. Это что-то, что знает о хэш. Это что-то, что принадлежит нам. Это очень важно. И если мы пишем какой-то репозитарий, то очень важно понять, где наш репозитарий и где ActiveRecord. И иногда, когда вот uber-сложный query, здесь у нас объект List, который должен инкапсулировать нашу бизнес-логию. Помимо этого, объект List инкапсулирует еще и связи. Более того, он еще и знает о том, как достать эти связи из базы данных, так, чтобы они подгружались in an eager form. То есть, чтобы не пять раз один объект дергать. Это очень плохо написано в query. Точки должны быть в процессе таки, а не вначале. Точечки. Как комедии девчонки. Оу. Уже есть. Значит, более того, он знает объект List, он знает о свойствах других объектов. И он знает еще и о том, что другие объекты представляют с точки зрения бизнес-логии. То есть, мы можем это, конечно, рефакторить в что-то типа класс List, который врубил объект. И в нем есть какой-то метод Priority List, который тоже делает, по сути, тот же самый вызов к ActiveRecord. Но это уже наш объект. Для него очень легко писать тест, что мы можем сравнить, что он правильно вызывает ActiveRecord. Дальше. Мы можем посмотреть на название метода. Потому что, если мы видим в пяти местах в нашем приложении большой query, это хуже, чем если мы видим в пяти местах в нашем приложении вызов одного метода, который говорит нам о чем-то. В принципе, в модели могут остаться там скопы, или что вы считаете нужным, что вас как бы связывает с ActiveRecord. Валидация находится отдельно. Они их знают класс List. Очень просто, кстати, сделать кэшинг в таком случае. Причем кэшинг какой хотите. Ну и самое главное, мы имеем абсолютный контроль над этими объектами. То есть, в случае, если, например, мы возьмемся за ActiveRecord, и мы через некоторое время скажем, что нет, то нам гораздо проще рефакторить такой код. Вернее, тем, кто использует такой код, тем, кто использует репозиторий, гораздо проще рефакторить такой код. В принципе, из минусов можно выявить следующее. Ну, много писать. Для каждого query писать отдельный метод, это достаточно трудоемно. Но, если вы помните, когда мы начинали писать тесты, одним из главных аргументов против написания тестов было то, что их долго писать. Ну, тут как бы то же самое. Получаются достаточно большие объекты. Получается один объект, в котором простыня однострочных методов. Это может выглядеть некрасиво, и это задевает мое чувство у стастрочных объектов. Получаются большие зависимости между репозиториями. Но тут я опять могу противоречить тем, что наши ActiveRecord объекты имеют гораздо более тесные связи, чем наши репозитории. И то, что мы их выносим в отдельные объекты, которые имеют тоже достаточно тесные связи, тесные связи, правильно, да? Тоже достаточно тесные связи, это только подчеркивает то, что у нас лыбки не совсем правильно. Потому что когда мы в ActiveRecord пишем includes что-то там, и еще передаем там большой хэш, который лазит по всей базе и выдирает то, что нам надо, мы этого не замечаем. Когда мы туда передаем конкретные объекты, когда мы туда инжектим конкретные dependency, тогда мы на это начинаем обращать внимание. И это нам помогает рефакторить наш продукт. Еще из минусов, один из самых главных минусов, по крайней мере для меня в такой имплементации, было то, что, ну, как бы, нет магии, нет ничего, для чего я, в принципе, начал использовать ActiveRecord. И это достаточно больно. Хорошо. Давайте я попробую как-то написать какой-то репозитарий, да? Или, по крайней мере, показать, как я считаю, что нужно его писать. Ну, естественно, у каждого приложения есть свои use case. Итак, я создаю класс users. В этом классе я беру и беру все методы, которые у меня были, классовые методы, или скоупы, или что у меня там еще было, в user, переношу их в users. Дальше я это рефакторирую. Это получается большущий кашель. Затем я стараюсь выносить в валидаторы, выносить в валидаторы, и валидации, и ассоциации, и все, что там еще нужно. Повторяю, до тех пор, пока в объекте user, в классе user, останется только то, что касается моего приложения, а не ActiveRecord. Он все равно может наследовать с ActiveRecord. Потому что я не считаю, что интерфейс наследования с ActiveRecord изменится в течение ближайших трех лет. Но в нем все равно Ruby, чистые Ruby. Ну и дальше я еще добавляю пару постелей. К сожалению, при таком рефакторинге, особенно для существующего приложения, по крайней мере, я старался сделать это для существующего приложения, все как по-хорошо, как я только что рассказал. И у меня не получилось. У меня не получилось по следующим причинам. Потому что есть огромное количество плагинов, типа вот девайс, в случае с юзером, которые достаточно тяжело выбрать. Потому что они нам добавляют вот одну строчечку кода и огромное количество маней, которое просто работает. И если я ее начинаю переписывать в репозитории, то мне становится достаточно тяжело это дело поддерживать. Мне тяжело было выбрать BGSearch. Но вот мне сейчас товарищ посоветовал, что слушай, а может быть это проблема в тебе, что нужно использовать BGSearch, а что-то полмнее. Наверное, это тоже. Я оставил некоторые ассоциации для магии. Потому что там, когда дерево ассоциаций и has many true, has many true, has many true, has many true, то очень удобно отсюда выдрать все последние. Просто очень удобно. Ну и в заключении я постараюсь чуть-чуть еще раз пройтись по тому, что я постарался объяснить. Во-первых, я считаю, что ничего не понятно, как репозитарь, это круто. Как очень интересное, мне показалось это очень интересным упражнением, просто взять и подумать о том, как развилось мое приложение в течение последних двух лет. И посмотреть, как развилась логика, как развились, как даже процесс сам изменился. И особенно сопоставить это с изменением зависимости моего проекта. Как изменился сайдкик, как изменился редис, которому я вообще доверяю, и как изменился, например, активрега. Я очень прошу, чтобы если в твиттере или на каких-то блогах, если вы что-то попробуете, я бы очень рад это увидеть в реальности, у меня не получилось. И на медитейшн не прошло. Вот. И еще сегодня утром, когда мы ехали, когда мы только пересекли границу, мы увидели вот это, что очень хорошо описывает активрега. Тут написано оформление эксклюзивного облика, в котором царят доступные цены. Мир и... Ну, я не знаю, но это действительно очень похоже на активрега. У нас очень хорошая бёртка, которая очень хорошо привлекает, но на самом деле, как только мы пытаемся туда зайти, для кого-то это очень хорошо, для кого-то это очень удобно. Не для всех это очень удобно, и иногда нам приходится... Вот я бы, например, за штукатурил туда и вообще ну, я в Малдамане так. Вот, в принципе, и всё. Всё, что я хотел рассказать, я немножко на разогреве сегодня у Миши, поэтому дальше Миша. Некоторые всё-таки оставил в базе, я скидил. Некоторые я просто сделал объект-валидатор, который принимает объект какого-то типа или просто объект, и говорит, так, значит, у него вот этот фил не... А он использует как сегмодел validations? Нет. А, окей. Он чисто Ruby-объект, и ему, что ещё очень интересно, что ему необходимо просто что-то, что отвечает на нас. Например, я валидирую, что ID это integer, ему нужно просто передать что-то, что отвечает на... А почему бы не сделать объект, например, post-validation, который бы использовался в моде. Валидейшн. Что плохого в области в моде. Валидейшн, если они не в модели? Наверное, ничего плохого. Потому что... я отвечу на этот вопрос. Просто, в моем случае, нужно было редактировать пользоваться. Мы создали отдельно форбов, в который впихнули часть вальдации от пользоваться. Допустим, в некоторых формах нам нужно образить вальдацию только по нескольким полям, которые в данный момент редактируются. Все остальные я проверять не должен, даже если они неправильны. Допустим, момент предварительной регистрации. Допустим, не происходит обязательно холи, но на начальном этапе я его фальдировать не должен. У меня ещё есть такой кейс, когда у меня есть несколько этапов это бейс, которые, в принципе, достаточно подобны друг с другу. То есть на определенном моменте своего лайфсайла. То есть, грубо говоря, у меня там есть коробки, пакеты и, короче, куча тары, которые ведут себя одинаково практически, но с разными нюансами. Я их не делаю сознательные снять потому, что это говно. И мы можем компоновать. То есть мы можем сделать один валидатор, который валидирует все общие части. А дальше несколько валидаторов, которые конкретно вот этим вот, эндитис именно проверяют какую-то специфическую логику. То есть намного больше силы, намного больше вариантов, когда это контролировано. там уже запилили, кстати, классную библиотеку или форум, от них ашат, которые, по сути, вращающие... Да, иногда еще, кроме того, что бьет, иногда еще пишут классные библиотеки. Я вопрос еще. Получается, что ты как-то пишешь какой-то бизнес о РМ, поверх ОРМа. А вопрос, зачем использовать вообще активреки в таком случае? Если ты знаешь твой бизнес, какие данные просит, какой база данных, почему вообще это просто не использует еще один стэк активреки? Ну, потому что, во-первых, это удобно, во-вторых, потому что я в SQL не сильно селел, и в-третьих, потому что, действительно, есть огромное количество плагинов. Я хочу добавить себе какую-то картиночку. Раз-раз, интерклип работает. И я не сижу полдня и не думаю о том, как это все-таки сделать. Активрекорд, он очень удобен. Он очень удобен, но, как и любой сахар, его нужно кушать по кусочкам. Я просто хотел еще Good News, не реван, Эрни Миллер задолбался пилить активрекорд. Да, да, да. И сейчас начал пилить собственно на вот этих всех принципах свой URM с плагджеком как бы и запросами. Сиквел уже есть. А? Сиквел уже есть. Ну, он именно вот репозитори релинтики. То есть, вот чисто такой ограниченный достаточно функционал, но со своим как бы... RR не рушит на самом деле, поэтому я не думаю, что это по-профолу. Надо пока... Будет то же самое. Говорится допишет про тезис. Ты держишь это в эндер где-то возле модели или как? Ну, есть репозитори с А, репозитори. И там есть репозитори с юзер. А модели чистые? А модели в моделс лежат. Все, удобно. Модели чистые, маленькие такие получаются. В них в принципе получается... А что остается? В моделях остаются в принципе такие утилити-методы. Например, преврати из того currency в такой currency. Или преврати свой currency. Вырази свой amount в другом currency. Зачем ты же еще и безуслой в модели? Я думаю, она и есть. Это я от этого хотел уйти. На самом деле в концепции MVC есть pure MVC, когда есть лэер, который только сохраняет данные и лэер, который бизнес-логикой занимается. Но Rails нам говорит, что давайте эти два лэера уберем. Ну, насчет Rails и MVC я могу очень много спорить. и... Нет, ну там три же части. Какое-то три части можно назвать рейси. Там три части и... Ра, Ю, Исы. Это никакого отношения к MVC не имеет. Тем не менее, да, Rails предлагает какую-то логику хранения, но это же не... Как бы мы все же выдираем турболинс, да? Почему же не вытратить это? Вопрос. DCI смотрели с другой стороны подходит? Смотрел, но как-то и не проглотил. Ну, не... Может быть в следующий раз попробую. Но при таком подходе исчезают все ксидис интеграции с другими... То, что между репозитариями, да? Не, не между репозитариями, а со сторонними приложениями. А каким образом? Ну, мы имеем кризисцент базу и нашу заменную логику мы просто подмечиваем уже как не станет. Надо будет почитать. Я запишу. Спасибо. Еще? Все? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОМ 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 АПЛОДИСМЕНТОМ